Ну вот, дорогие друзья, мы попали в здание OCP из прошлого нашего видео, нас сюда вызвали, и походу здесь что-то происходит интересное. Кто-то ворвался сюда, разгромил полностью все здание, поубивал всех, кого можно, я даже не знаю, кто это. Мы прибыли с офицером Льюис на экстренное заявление, в то же время это был сигнал какого-то непонятного действия, я вижу, что здесь была жесткая мясорубка, и надо понять, кто это сделал. Давайте попробуем найти точки соприкосновения, кто же это мог совершить, потому что сотрудники все убиты, и нам придется разобраться. Ну что, офицер Льюис, попробуем выяснить, в чем проблема. Пока не ясно, кто это был, кто за всем этим стоять, я даже не представляю, мне просто интересно, вот именно кто это существо, если можно и вот так его назвать, или человек там, или кто-либо еще, который вот действительно устроил такую жесткую мясорубку. Так, а че, почему я не могу ехать-то на лифту-то, в чем проблема? А, то это я не загорелась, поэтому не ем. Просто интересно, кто это мог сделать. Мерфи, у нас все больше и больше раненых, они всегда есть хуже описания. Либо, если всем показалось, либо на лифту тебя ждет старый друг, будет готов к неприятностям, что ли? Да, именно так. Я контролирую, чтобы в здании никого не осталось. Хорошо, напарник, удачи, Энн. А кто там, старый, старый друг, а кто это? Неужели Беккер? Неужели это черт, который все-таки пытается... Я вас вижу, движется в западный угол, у тоже руководство. Это нечто, что-то большое. Кто это? А, скорее всего, это этот, наверное. Ой, робот, у которого вместо головы человеческий мозг, по-моему. Как он правильно зовется, я не помню. Но вы поняли, про кого ребята я говорю. Это был во второй части робот этот. Ай. Ралка всех этих людей, конечно. Так, что мы можем придумать? Место расследования. Смотреть зону. Пока я, кроме тут, убийства ничего не наблюдаю. Будь осторожен. Я всегда попробую быть осторожным. Так, и кто это там? Ну, ED-209 нас не испугает. Это балласт. Но что-то, если более интересное, то, конечно, мы там посмотрим. Кто это вообще? А, что тебе отменяло? А, кажется, это не Макс Беккер. Совершается преступление. Рыбаков. О, брат, спаси меня. Это произошла какая-то ошибка. Ты какой-то. А-а-а. Старик. Я понял. Рыбаков. Я хотел оставить тебе послание перед тем, как пройду через это. Знаешь, это был длительный и тяжелый процесс, но у меня появилась возможность внимательно за тобой следить. Так вот. Так вот. Старик. Это вы. Я даже не знал. Я не хотел ничего такого. Кажется, что сейчас на голову раздавит. Только сейчас по-настоящему я понял, что люди в тебе увидели. А я понял, почему я тебя поддерживаю. Почему за тебя болею. Это потому, что несмотря на твою металлическую оболочку, видно, что ты все-таки не потерял свою человечность. Знаешь, это меня успокаивает. Ты помог мне понять, что мне не стоит бояться данного вопроса. Я могу оставаться таким же человеком, как и ты. И знаешь, бескорыстным преданным чему-то важному и не испорченному тоже оставаться можно. Это то, какими всегда старался быть. Удачи, Мерфи. Я ж ты не дождусь увидеть, что там нам обоим принесет будущее. Ты продал будущее этого города? Знаешь, остался только один вопрос. Свалка или тюрьма, ублюдок? Ну, ну, понятно. Ну, ладно. Мерфи, что за херня там происходит? Встретил старого друга. Какая себе друг, блин. Мне на... Он меня больше шили на раз в 10. Что мне с ним делать-то? Отступай. Тебе нужна подмога, повторяю. Ты мне... Так, подожди, подожди, подожди. Я ухожу. Приняло, приняло. Так, давай, все, это... Ну, что опять началось-то? Я еще попробую моготипу. Так, давай. О, понятно. Бери, 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 бери. Бери, бери, бери. Меня напрягает и звуки. С тобой все в порядке. Я подтверждаю. Он, правда, не бегает. Заня, трясет, мы почти закончили эвакуацию. Что-то как-то не фонтан, да? Победит старика называется, да? Я даже местами жалею, что я не могу на него... ...турами закидать. Я думаю, что мы на эти пули окупимы вообще. Да, расстреляю по уизимому месту. Че опять? Сток, что ли? Че не то-то опять? А, ролик у нас. Хорошо. Что ты от меня хочешь, а? Терминатор. Ты же не победишь, ты это понимаешь? Скорее ведьм. Да ну нахрен. С такой высоты это просто жесть. Ой, блин. Он еще на меня сверху упал. Как можно вообще после этого встать? Я думаю, что даже такая машина, как рыбаком, бы и не вывез бы просто. Ну это охренеть. Так, у нас проблемы с ад. Когда вы делись, вы пропали из виду. Мы спустились в гараж. Чего? Тихо, 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 дядя. Не надо меня... Мерфи, мы все убили уже. Хоть осторожно, Даня скоро обрушится. Надо выпираться отсюда. Я немного занят. Надо что-то с ним делать. Да блять! Мне еще хватает, сука. Блин, что с ним сделать-то, да? О! Да! А, он мне даже не дает развернуться, а? Давай! Дурака этого, блядь. Ну, бери гранатомет-то, блять! Давай! Серьезно, что ли? Это все? Угорайте, что ли? Лови! Не, ну я так не играю, конечно. Блин, что бы взять-то, а? Моток себе кинуть, а моток уже сломанный. Хотя можно целый кинуть, да? Вы не против? Хотите мотоцикл обручить по башке? Давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай! Неужели? Да меня не очень-то впечатляет прям. О, племет есть. Это хорошо. Ну давай! О, племет кончился. О, да. Идем, 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 идем. Лови. Ему настолько пофигу, что даже я не знаю, что с ним делать. Так, что-то с ним еще произошло. Видимо, еще ему стало настолько больно, что у нас есть еще одна коссцена, да? Ну что там, давайте. Осталось-то чуть-чуть. Что, старикан, как... Куда? Куда это ты забрался-то? Забоялся, что ли? Нифига у меня тело прям все пробитое. Все в пулях, все в отверстиях. Все в каких-то царапинах. И куда ты путь-то держишь, а, дружище? Что? Зачем ты это делаешь? А-а-а. Рыбаков, мне это не нравится совсем. У тебя прям здание все трясется. Уходи, пока еще можно. Так и будешь отходить, это... Да? Так. Ну что тут еще есть, интересно? Ну конечно, да? Так, надо что-нибудь еще найти. А, ну ни хрена тут больше нету. Давай! Не очень-то впечатляет меня, но... Блин. Да ладно, где он? Давай эту пятерочку загружаем. Лови! Держи! Ощущение, что этим вот ему противотанковые гранаты ему насрать. Он просто вот... Эй, отстань от меня, а! А-а-а! Больно! Давайте, ребята, чуть досталось. Ну-ка! Ну-ка! Я схватил пулемет, в котором ни хрена нету патронов. Ну это вообще подстава. Давай! Держись, пробоков. Ну нормально будет. Чуть-чуть осталось. Да, отстань ты от меня, а! Ну что ты хочешь? Офига, он просто... 40-ти почти снимает. Ну-ка. Как бы я хотел бы, знаете, что сделать? С танкой прям в него кинуть. Прям взять вот эту вот сопку прям с грифом. На! Это тебе за все, урод. Мерфи, тебе надо выбираться. Он вот-вот упадет. Мерфи, ты меня слышишь? Все эвакуированы, никого не осталось внутри. Спасайся давай. Надо его застрелить или как-то уничтожить. Надо заканчить это дело. Или спасти его. Давай спасем, мы же все-таки добрые. Попробуй так. Может это правильное решение. Кого еще надо спасти. Что? Мерфи! Мы еще не закончили здесь. Я не знаю, правильно ли я делаю. Может быть все-таки мы образуем его. Ты понял свои ошибки? Или ты еще будешь со мной драться? Надеюсь, что я сделал правильное решение. Но если он пожертвовал своей жизнью ради меня, значит я не ошибся в своем решении. Значит, ребята, я все сделал правильно. И как я говорил, концовка оказалась намного ближе, чем кажется. Давайте посмотрим финальные титры, ролики и сделаем свои убеждения и свои решения в этой игре. Кто это видит? Я не вижу ничего. Ближе, ближе, ближе. Отказано. Когда здание вручится, пыль заблужит двигатель. О, мой Бог! Вот это да! Мерфи! Нет, 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 нет! Я даже не представляю, что там происходит, когда это здание падает. Стоять! Я что-то вижу там! Это он! Ответьте мне! Это я, Юэс. Это всегда был я. Принимаем поздравления. Наш робот-полицейский доказал, что он действительно, чтив закон, готов помочь, пожертвовать и самое главное, оставаться человеком. Прошло еще неделю с того момента, как обрушилось великолепное здание OCP. Но исполнительный директор OCP заверяет на нас, что уничтожение штаба у нас приятствует по выполнению проекта Delta City. Итак. Японская корпорация Камми Митсу-то уже проявила интерес к самому крупному проекту OCP. И медиабрек мы приветствуем такое отношение с расставительными объятиями. Дерута Шити в Йокосоо. В Йокосоо, правильно. Возвращаемся с города Чудес в Детройт. Коротской долг дошел до нового пика. Когда Кузака спросили его о планах по реформам, перезборный мэр ответил, что у него были другие планы на данный счет. Корпорация OCP еще никогда не была так слаба. Мы их засудим, даже если нам придется нанять юрист из Японии, убеждает он. А теперь время представить следующую часть. Вас, жители Детройта. Пусть местные жители поделятся приятными историями и воспоминаниями об этом. Вчера известный сенатор Фарро в заложниках в театре объявил, что уход отставка, однако новый сотрудник театра, который раньше был городягой, сумел перевернуть эту ситуацию. Когда Пиксер спросил, зачем он решился в своей жизни, он ответил, как знаток европейского кино, чтобы перерывать опоказ, просто это неуважительно. Просто будем надеяться, что Пикус не повлияет на выбор репертуара в кинотеатре. И далее. Мады Sunblock 5000, 2, неунистажение и 209 за неуполнение приказа. Если бы не доктор Эви Бленч, спор за место для парковки мог бы закончиться плачевно, а опытный психолог, который удалось сохранить трезвь с ума во время бешательства с 209-м роботом. Говорят, что новая книга доктора Бленч «Преодоление потери» будет полезна и людям, и машинам одновременно. Опороченная журналистка спонсируется террористами. После законной попытки вести в эфир сенсацию в ОСП, сама Дорти заметит стратегический воркеров, который возглавляет женщина, известная по преступному мире, как Берта. Но ОСП все отрицает. Извините за беспокойство, к счастью, в этот раз оно совсем небольшое. Итак, продолжим. Дорти поставили на лужу мировой рекорд. В этом году мужчина, который зовут похоронный Боб, посетил свои похороны в тысячный раз. Оказалось, что рекордная похорона вращалась с Максом Беккером, бывшим руководителем ОСП. Боб был единственным, кто на них пришел. Делегация ОСП не приводит за перенесенные бизнес-встречи. Мы надеемся, что все прошло достаточно хорошо. И так далее. Владелец местного ресторана Лучик Баджи оказался связан с гравировкой браконьеров. Выяснилось, что данный ресторан получал ингредиенты незаконно. Арест произведен местополицейским новичком Уллицам, Вашингтонам. По его заявлению, это не первое животное, которое он спасает. И на один вопрос до сих пор нет ответа. Сохрите Робокоп статус человека. Майор Кузак отстроился от Робокопа. А теперь Монус Вернется скажет, что он не поддержит идею того, чтобы дать Робокопу права, как у человека. Старание Робокопа привели к общественным разногласиям. Поделюсь, что там что-то неисправно. А вдруг он решил, что мы преступники какие-то, и кто-то нас будет защищать от него? Я знаю, что ты был с нами, Робо. Человеческие права для Робота, а что дальше? Для холодильников? Детроид переживает напряженные времена. Тем не менее, темная туча, нависшая над городом, постепенно рассеивается, а полиция заканчивает забастовку. Мы готовы служить, заявил Эн Льюис, вернувшись в строй, несмотря на недавнюю травму. Вот это настоящий героизм. Этой ночью Детроид может спать спокойно, но вот как долго это продлится? На сегодня все. С вами был Кейси Вонг. До новых встреч и удачи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok